приятного аппетита спасибо всякое дыхание дославит господа я евгений кузин я вернулся всем привет сегодня блог под номером 5 деревни здесь в радюкино задача моя на сегодня такая это покосить вот тут вот где траву сейчас я покажу какой газонокосилкой электрической я и ни разу не работал там у меня бензиновый здесь электрический посмотрим и взяли колбаски такие не помню как называется потом покажу пожарить колбаски продегустировать как всегда так что поехали в общем вот такая вот пила она это электрическая электрический триммер калибр так она выглядит вот так выгляжу на данный момент я я оделся обулся сейчас будем подключать прорубку сейчас главное сделать это ремень одевать будешь там главный регулировок поди это поближе еще и танки фото и решили как мог до цели ничего Дрова сырые были, ты капнул ямку, да? Да, положил два кирпича для решетки. А уголь чай, без отравочки? Пойду про пилу, скажу мнение, попил кваску чуть, но я в холодильнике взял, такое место тут будет. Место конечно, это, пила конечно, мощность хоть и там 1,3 кВт, но с бензиновой не сравнить, слабовата она, конечно. Ну не знаю, сейчас пойду покажу, как она это скосила там, участочек, там посадки, рассадки, цветочки отсели мне от цветочков, блин, сейчас все покраснело, все это, во! То есть, кофет нормально, иногда вылетает из розетки вот этот вот штекер, вилка, вот этот вот иногда вылетает, а так, вот, нормально идет, продвижение неплохое, в общем, мое мнение. Только что она не особо мобильное, как бензиновое, а так, довольно таки, кстати, неплохо. Фух, он вроде отдышался, сейчас пойду дальше, туда, вон вниз. Фух, давай отмотаем. Были трудности, выскакивала вот розетка, поэтому пришлось примотать, примотать напрямую. Да все, пусть отпитала. Что, туда ее? Туда ее надо ехать. Обмыть. Да? Помогите там кожуху, так она засохнет. Ну, а так, в целом, пила нормальная. Ну, для электрической, да, 1,3 киловатта. Красное мне лицо. Ну да, тем более вон в этих вошметках. Все вошметка. Аж в глаз налетело это. В очках, потому что, смотрите, все потеет, все чешется. Ага. А это что? Это мыло. Так, в общем, я весь вспотел. Да это я вон людям говорю-то. И надо умыться, вот такой. Такой у нас умывальник, импровизационный. Деревенский. Это из бочонок было пиво в нем, да? Давай. Тут возникал вот вопрос. Вот эти вот штуки. Кто знает, не знает, там напишите же. Надо их отрезать. Думал, отгорят они или не отгорят. Но все-таки решили отрезать. Потому что, ну, ничего страшного не случилось. Но вот так. В общем, все укомплектовалось, уложилось. Вот еще одно. И вот самое. Там уже все готово. Сейчас пойду посмотрю, что у нас с углями происходит. Тут дрова, в общем, сырые, поэтому решили уголь прям вывалить на дрова. Вот. С них вода же прям дикая. Ну, да. Потому что вчера ливень был. На улице. В городе вообще там все затопило. Кто ехали там вот так вот в воде. По пояс. Машины аж плавали. Вот сейчас вот так вот будем это. А я что, один кирпич выше, один ниже. А на решетку ложится вот так нормально. Да, в принципе, да. Колбаски это не мясо. Поэтому особого этого проблем-то не будет. В общем, ладно. Какие-никакие угли под углями. Где-то там. Так. Так. В общем, получилось так, что угли... Так, сейчас. Братула. Никуда не денется. Вот печка у нас тут такая. Угли, короче, горят под углями, а верхние не горят. Ну да, еще два месяца. Но мы сейчас все равно попробуем. Да зря ты тут колобаху все ложишь. Она бесполезная. Ну вот, видишь, я же говорил узко, отодвинь то. Ты что, даже визуально не видишь, что эти намного шире. Ширее. Вот так я мерил. Ну так сосиска что, на камне что ли будет? Держи, это я вот этот кирпич отодвину. Ну-ка, сюда. Еще там. Все. Нифига там, в общем, не горит. Где-то под низом. Не, ну жар есть. Для этих колбас хрену знает. Не, она на дыму, они лучше подольше. Не сильно только мать прижал. Я прижал. Я одной рукой снимал, другой жал. Нормально, нормально. А так они будут там кататься. Что сильно. Это же не мясо, соки не выйдут. Они соки все в кишке. Да. В общем, вот так вот. Будем ждать. Посмотрим, что получится. Получится. Вот. Пока сейчас пофоткаемся. Испытаем фотоаппарат новый. Со старыми дырками. Маленьких тросточек. Ну, с таких это. Он сейчас будет его туда подвинуть. Чтобы она чуть-чуть это. Потому что уголь чуть плохо. Может он уголь тоже уже это. Может тоже уже валялся. Отбывший. Ух. Вид с чепочки они. Ага. Просто что бы ты хочешь, чтоб он просто тут горел и все. Да, да, да. Интересно. интересная задумка очень-очень да это ерунда все видишь они уже закоптились я просто хотел сюда чуть-чуть а пусть пусть в натуре вон пониже даже но нормуль так ребята сейчас вот тут такой момент обнаружили гнездо с с ласточками ну или кукушка ну какая сейчас сами может определить вот прям сарай и вот гнездо сейчас я попробую туда забраться ой блин она улетела о здоровая какая она она меня атаковать не будет есть яйца вон он весь но все мы их тревожить не будем а птиц летает блин огромные вообще хвостатые так кричит вся она может прилетит я это дает покажу 6 штук там да я снял не ну я от камеру прям туда и это окошко повернул туда улетел на на дерево ну подождем прилетит тогда снимем вот только что бабушка попросилась снятия для интернету вот она решила открыть свой канал садовод охородник сейчас расскажет придет расскажет про свои про свой быт про свои будни а птичка стать так и не это птички птички так и не да не откуда она бросит яйца она не бросит на у нас тут чё с жаром да конечно я даже яйца я же их не трогалась там когда трогаешь говорят они ну в том году и дождь лил домовареком подставлял давай бревна он бросил он с этим сухих не ну вот я рукой трогаю жар хороший сильный не ну вишь уже они начинают просто подольше чуть пониже припустим но не касается нет чуть пониже сейчас все а дым прям вообще в глаз вот бабушка вернулась ну расскажи чё как что это вот у вас вот это вот смотрите какое приспособление так что с ней лучше не связываться сразу загасить ну-ка и вот вам в деревне вообще хорошо чуть на свежем воздухе это вот будут какие маг да тюльпаны были уже цвели все теперь будут астрочки вот хобби да такое как вот 100 рыбалку любит кто-то тюльпаны выращивать ну может привет кому-нибудь передать там на кому я привет кто там станет якубовичу может быть точно ну ладно потом включимся когда дегустировать будем уже все а это прямой эфир это же сразу прямой трансляции ждет а потом я уже там под редактирую ну и сразу шкварчалка да нажимай я это хочу показать угли прям сразу он красный появились огонь вот шипоту слыхать то назарно скворчит да ну вот так что скоро будем уже дегустировать ребята как это называют сосиски то не но как они называют не подожди так станет так это как нюрнбергский как так сейчас брали не помню я не знаю там написано сосиски для жарки колбаски для жарки вертолет летит ребята чуть-чуть показать такое дерево вот его сейчас обнаружил оно пустое ну да да вот смотри сколько маленьких да вот смотри вообще она вообще пустое то есть там вообще ничего нет страх ну чё-то растет значит растет ну ладно дерево это по боку мне главное вот я вот все тут унижаю унижаю вернее поднижаю опускаю унижаю опускаю сардельки пошла возня главный звук но вот чё хочу сказать запах вообще нет вот вообще никакого запаха что что-то готовится как будто и вообще ничего не готовится не знаю да тебе есть запах давние чуть-чуть есть мне чуть-чуть не там свинину это пахнет они свины главное вот эти вот не вот они так лежат как какая-то это кишки какие-то чьи-то ну ладно летом тысяч предстоит готовить много всякого лягушек сейчас вот пока кстати косился только лягушек убил нечаянно перерезаются вот лапки их не бы приготовить но это мне кажется жабы любую всех можно есть в нашей полосе я узнал можно есть все вообще лягушек стать вдох не земляную жаба потому что на противные пера катится а ухлит хорошо жар хороший тут уже прямо на них это мясо можно даже жарить терим перим терим так взял ножичек сейчас будем блин хотел снять птицу пока крался улетел но я думаю я все таки и застану сейчас вот самые вот такие где-то вам точно уже только что я должен тут увидеть а то есть то есть они готовы для про формы не мнение не готова сейчас прям буквально там пока готовится ну в принципе можно снимать вы только приготовьте начать снимать тут будем на улице снимать колбасы еще я думаю что готовы в общем горячий кстати ну ладно я их просто вот про чё я говорил с вами срослись ну ты куда это это без тебя снимут приятного аппетита спасибо пойдем пробовать ну ты смотри ты это еще не съешь это черт его вчера уже сутки прошли а я не знаю когда вчера мы вчера обедали бабушка думает что мы не наедимся и достал еще стратегические запасы курей в общем будем сейчас я их квас достану вот вас квас 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 кстати это неплохой настоящего двойного брожения сидит я поставил табурет сейчас я буду карабкаться чтобы снять ее что-нибудь определить чуть за птичка блин все смутно надо ее надо ее подозвать сейчас я не спугну и в тот момент когда она полетит вот огромная куропатка но это не куропатка конечно но я реально я не знаю что за птица блин если кто знает скажите напишите там вон она скрывается от меня в общем все уселись а то так неудобно будет сейчас будем пробовать яйца любишь а я сырые сырые вообще не едят нет я ем домашние не надо и домашние я дегустирую дегустирую ну-ка ну приготовилась хорошо она только мне кажется как-то это был бы соус бы что-нибудь да 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 а этот есть кетчуп есть да ладно ну его нафиг я вообще устал я даже есть не хочу жарко так интересно сколько градусов нет а ты в общем у нас на на перекус колбаски для жарки приятного аппетита спасибо женя что привез спасибо большое вам приятного аппетита приятного аппетита ну чё скажешь тебе про колбаски давай пробуй ты сегодня главный герой этого видео у тебя в этой в гостях у бабушки в гостях у сказки главный герой ты наделал жарил колбаски мы все кушаем спасибо большое сало вот свойское да ну сало вкусное какой вот это ты взял к бидорке да 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 я попробовала нет ну я вчера ела но это тоже хорошее сало особенности уже мне период видишь как это ну ты пробуй колбасу говори вкусно я ж тебя иду ну ты ж даже не откусила я ж не откусила откусила я ж не откусила я откусила ммм какая вкусно а какая говяжья свиная это не реклама тут надо можно говорить честно да да ну так для этого вкусно нормально я ничего пойдет да когда без шашлыка без мяса не сказать что не сказать что там объедение какое-то но вкусные мясные вкусные мясные колбаски а я только мечтала купить чего колбаски колбаски мечтала это самое хорошее когда снимаешь скрытые камеры пока отключаемся так давно там ты и держишь не встал обнаружил майского жука здесь колбаса ты знаешь что это не болит может кто-нибудь не видел о нет пошел что-то о моя чуть-чуть посадили по вкусней ей поплеснее а у меня как это попробуй там это хорошее а мне понравилось и то и то мягкое и жуется и не тянется тут пока идет дегустация сава фу поел нормально наелся съел две две что-то мне показалось о покосил сейчас будем подводить еду ну вот иду дорогие друзья подводить итоги после еды съел две колбасы нормальные сочные такие с остринкой в принципе по 300 что-то 70 или по по 300 короче по 300 с небольшим по 37 что ли рублей килограмм вот тут сардельки или шпикачки колбаски для жарки вот деревни это я считаю дачка не деревня дачка деревня у меня там в лесах мещерских а тут ни леса ни пруды такая вот избушечка холопушечка в общем все потихонечку но все равно подышайте так от города отдохнуть довольно таки неплохо рыба сейчас не ловится на рыбалку охота не знаю получится еще не получится посмотрим пойду думать вот вот